Здравствуйте! И с вами я, доктор Шилов. Это видео для тех, кому зубы не жмут. А вообще, подписывайтесь на мой канал на YouTube и во всех социальных сетях сообщества доктор Шилов. Заходите на сайт докторшилов.ком. Ну, поехали! Зубы. Зачем вообще спортсмену зубы? Может, они только мешают? Они требуют специальной защиты? Эх, ну и она не всегда спасает. Хотя, многих современных звезд спорта отсутствует какое-то количество зубов, и они не особо парятся по этому поводу. Такой косметический дефект, недостаток, который вроде как и не имеет значения. Давайте вспомним хотя бы несколько примеров таких красавчиков, которые не могут или не могли какое-то время похвастаться ровным забором. Лично мне, в первую очередь, на ум приходят хоккеисты. Вероятно, хоккей в какой-то особенной мере требует жертвоприношений для зубной феи. Думаю, что многие сразу же вспомнили, там, Овечкина, например, да? Но он лишь первый среди равных. Хотя, на мой взгляд, даже и не первый. Вот, например, Джон Страверс, Даниэль Седин, Крис Брач, Данкан Кит, ну вот кого еще вспомнить? Сидни Кросби. Ну, у них у всех нету какого-то количества зубов или не было. Ну, и даже вспомним хотя бы нашего Александра Радулова, нападающего московского ЦСКА. У него тоже проблемы с зубами. И это далеко не все, их гораздо больше. Вообще, игровые виды спорта славятся тем, что поля боя с завидной регулярностью засеиваются зубами игроков. Что же говорить о тех видах спорта, где удары целенаправленно приходятся в лицо противника? Ну, особенно по зубам в том числе. Вы поняли, это я уже про различные виды боевых искусств. В боевых видах спорта, несмотря на шлемы, капы, перчатки и прочие приспособления для защиты, зубы частенько принимают на себя нагрузку, которая несовместима с их целостностью. Они трескаются или крошатся при ударе друг об друга, ломаются или полностью вылетают. Ну, по-разному получается. Лично у меня полностью были выбиты 4 зуба и 2 сломаны. И у моих коллег по цеху это не вызывает удивления, так как у них зачастую картина такая же. Но одно дело, когда ты профессионал и можешь мириться с тем, что у тебя во рту зубы через раз. Так как у тебя никогда нет уверенности, что завтра зубов не станет меньше. И вероятность этого в разы выше, чем у любого обычного человека и в среднем по статистике. Совсем другое дело, когда ты любитель, который в спорте проводит не всю свою жизнь, а потому вынужден коммуницировать с людьми по работе, и не только по работе, и не только на спортивной арене. Причем с такими людьми, которым твой спорт вообще по барабану. И они оценивают тебя не с этой точки зрения. Но если вернуться к спортсменам, то были такие, которые рискнули вернуть себе красоту зубную во время своей спортивной карьеры. Но не всегда это хорошо заканчивалось. И они повторно теряли уже новые зубы. Вот и возникает с этим вопрос, а надо ли было это делать. Вопрос, конечно, риторический. Так как тут каждый сам за себя решает. Хотя если вопрос решается в пользу того, чтобы ремонтировать эти поломки, то способ имеет весьма большое значение. Так Овечкин, например, не торопится вставить себе зубы. И делает это вполне небезосновательно. Врачи считают, это по его словам, по собственным, как он говорит, что если поставить сами мосты, то при сильном ударе по зубам повреждения будут намного серьезнее, так как даже локальный удар повлечет распределение силы на всю конструкцию. И пострадают невинные зубы. А потому, если убирать промежутки, то с помощью различных единичных имплантов. Так как они как раз и моделируют каждый зуб в отдельности. И уж если снова придется получить по зубам, то хотя бы не целый ряд вылетит. Так как в случае с другими видами, мостами, например, при которых еще и соседним здоровым зубам достанется, на которых эти мосты держатся. Тут все дело в технологии. Для этого нужно понимать, что такое импланты. Так вот, в чем же суть дентальных имплантов? Зубной имплантат представляет собой винт, заменяющий корень утраченного зуба. Прямо в челюсти он, да? Он устанавливается в челюсть, в кость. И используется в качестве опоры для коронки мостовидного протеза, если целый ряд надо менять, или иной ортопедической конструкции, например, отдельного зубчика. Самый распространенный материал для изготовления имплантов – это очень прочный и биосовместимый материал титан. Некоторые фирмы, например, компания Strauman, помимо имплантов из чистого титана, выпускает имплант из циркония, сплава титана и циркония, который на 20% прочнее, чем обычный титан. Арксолид у него такая торговая марка. А когда дело касается зубов, то прочности это очень даже хорошо. Конечно, в любом случае, как мне кажется, зубы лучше ремонтировать все сразу. То есть, одновременно закрывать все пробелы, так как имеет смысл, наверное, из-за этого подождать завершение карьеры, а потом навести всю красоту за раз. Время ведь возьмет свое. Спортсмены уходят в отставку. И вне зависимости от того, становятся ли они публичными фигурами или не становятся, возникает желание вернуть утраченное. Тем более, что современная стоматология просто творит чудеса, на мой взгляд. Были бы желания, время, деньги, я в какой-то момент, между прочим, тоже принял такое решение. Дело стало только за выбором варианта реставрации зубов. Скажу сразу, что выбрал я на тот момент способ, который, как мне показалось, подходил наилучшим образом. Правда, теперь, если честно, я так не считаю. Но давайте по порядку. Для любого спортсмена наступает такой период, когда он отходит от образа жизни, где его зубам реально что-то угрожает, прям серьезно, каждый день. Пока ты в деле, то зубы, находящиеся под угрозой, не являются чем-то таким действительно важным. Мысли о них редко посещают, когда на кону стоят победы, рекорды, когда изнуряющая подготовка, сборы, соревнования. Но вот жизнь возвращается в более мирное русло. Ты становишься тренером, может, просто оставляешь свои тренировки для себя лично. А может, вообще покидаешь спорт и занимаешься чем-то другим. И вот в обычной жизни люди смотрят на тебя совсем иначе, чем когда ты спортсмен. Все принимают Овечкина, например, таким щербатым, как он есть. Кому-то он нравится, кто-то считает, что так, не камильфо, да, без зубов. Но все понимают, что пока он в хоккее, это такой вариант как бы нормы, да, бывает и так. Но стоит ему уйти на пенсию, да еще остаться при этом публичной фигурой, как все изменится, что ни говори. Но общественное мнение, социум, желание ограничено встраиваться в общество, а предполагают более комфортное общение с человеком, с людьми. И с теми, у которых с зубами все в порядке. Вот я работаю врачом и прекрасно понимаю, как неожиданно я, может быть, даже шокирующе выглядел бы для пациентов, если бы они увидели меня, ну, без пары передних зубов, например. Ну, сами смоделируйте эту ситуацию. Не кривите душой, да? Встречают же всегда на самом деле по одежке. А улыбка и зубы – это часть такой вот одежки для лица. Как весьма справедливо кто-то подметил, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Ну, вот я, завершив активную спортивную карьеру, озаботился тем, чтобы реставрировать свои зубы. Вышел от стоматолога с убеждением, что мне лучше всего и правильнее поставить мосты. Я склонен доверять коллегам, специалистам, в данном случае стоматологам, врачам. И выслушав все мои, ну, хотелки, а тут и сроки побыстрее, и цена не заоблачная мне хотелось, и еще уже не помню даже чего, дали они мне свое резюме по этому вопросу. В общем, вставил я зубы на пару сотен тысяч рублей и остался весьма доволен тем, что даже профессиональная капа, сделанная ранее по слепку, моих зубов, которые были, садилась как родная. То есть, мне зубы сделали такие, что они на настоящие похожи, и как прежние были. Хочу отметить, что ремонтировал я не только передние зубы, но и дальние. Была у меня, конечно, такая думка, что нафиг мне оно не надо. Все равно этого никто не видит, а жевать вроде как и хватает чем. Но выяснилось, что такой подход попахивает крайним дилетантизмом. В понимании жизни зубов. Природа не терпит пустоты. И с пропусками между зубами та же картина. Исключений нет. Соседние с пробелом зубы смещаются в этот пробел. То есть, начинают туда сползать. В результате можно получить то, что в простонародье называется зубы-веером. Поэтому замастерили мне все просветы до единого. Но так хорошо, что, если честно, я уже и не помню, где у меня свои зубы, а где чужие. Различить их тоже весьма сложно. Языком я не понимаю, какие настоящие, какие нет. Но прошло буквально 2 или 3 года, и выползли кое-какие минусы. Началось с того, что в один прекрасный момент я снимал после тренировки капу и снял ее вместе с коронками одного из мостов. Хорошо, что не потерял. Поставили мне это все назад. Но теперь я всегда опасаюсь, что подобная фигня может повториться. Это меня немного расстраивает. Затем другой минус. Иногда под коронку моста попадает что-то. И ладно, что-то мягкое. А то ведь иной раз что-то такое влезет, как из середины яблока вот такие пленки, например. И ни щеткой, ни нитью их не удалишь. А тут супруга моя решила, что ей пора тоже во рту что-то отремонтировать. И вот ей уже порекомендовали импланты. Это я как бы дальше двигаюсь. Дороже, дольше. Плюс там еще и брекеты потом носить надо. И накладки на ночь специальные ставить. Забыл, как называется. Но когда дело дошло до финала, то я понял всю разницу между тем, что у нее и у меня. Я бы теперь тоже хотел импланты. И, наверное, вернусь я к этой теме, когда решу, что достаточно времени у меня, чтобы заполучить все это удовольствие. Вообще, почитав про импланты, я сделал личный вывод, что это в настоящий момент самый передовой метод. Вот, например, что пишут про импланты специалисты швейцарской компании Strauman. Да, кстати, мои дорогие читатели, и слушатели, кто слушает меня сейчас, напишите в комментариях, доверяете ли вы пресловутому швейцарскому качеству. Швейцарская же компания-то. Так что швейцарское качество зарекомендовало себя во многих сферах. Банки, часы, сыр, шоколад. Что вспомните еще? Может, еще что-то? Так вот, эстетичный вид реставрации с опорой на импланты выглядит настолько естественно, что вы можете забыть, что когда-то потеряли зуб, говорят в компании с травмом. Восстановление чувствительности, при этом и жевать станет легко и комфортно, и еда снова будет удовольствием. Сохранение костной ткани. Утрата одного или нескольких зубов приводит к резорбции костной ткани. Соседние зубы смещаются или наклоняются в сторону участка адентии, то есть там, где зуба нет. Кроме того, утрата зубов может привести к ухудшению фиксации существующего протеза. Протезирование с опорной импланты предотвращает уменьшение объема кости и не требует обтачивания соседних зубов. Вот как у меня при мостах было. Долговечность. Имплантат может прослужить вам всю жизнь при условии надлежащего ухода и хорошей гигиены полости рта. Имплантация подходит всем взрослым и детям даже. Это я занялся прямым цитированием из их деклараций. А вот уж от себя я добавлю, что пока мы не умеем выращивать зубы во рту сразу там, где это надо, но вот посадить на место искусственный зуб уже вполне себе, я так понимаю, что под силу. Хоть один зуб, хоть целый ряд. Причем это весьма ценно. Не нужно трогать и портить соседние зубы. Блин, ну вот сейчас об этом разговариваю и все больше жалею, что сразу не поставил импланты. Вы спросите, что это я привожу в пример с травмом. Ну, тут, как мне показалось, одни плюсы. И вообще, я их выберу, когда до дела дойдет. Ну, судите сами. Во-первых, мировой лидер в дентальной имплантологии. Круто, да, мировой лидер. Благоприятные результаты лечения даже в сложных клинических ситуациях. Доказанные. Более 20 миллионов имплантатов установлено в мире. Наверное, это много, да, для мирового лидера, если, значит, они это знают. Оригинальные компоненты свои, швейцарское качество, пресловутое, представительство в более чем 100 странах мира. Чувствуется, что контора вполне себе серьезная. Кроме того, они, честно говоря, дали мне и материалы для статьи и проконсультировали, когда я этой темой озадачился и решил для себя что-то подобрать и статью написать. Что думаю по этому поводу. Вообще, когда-то давно я планировал написать целую серию статей и снять видео о прикладной стоматологии, чтобы осветить целый ряд вопросов, с которыми сталкиваются спортсмены в плане проблем с зубами, травмами челюстей и лицевого черепа. И вот теперь я только рад, что благодаря ребятам из компании Стромман я положил-таки начало вот этому делу, который откладывал в очень долгий ящик уже. Честно говоря, в очень долгий. Они попросили меня дать мою профессиональную оценку как спортсмена и как врача спортивного востребованности их продукции для спортсменов. Теперь точно, я думаю, выйдет целый ряд статей и видеоматериалов, которые, я уверен, не оставят вас равнодушными. Будут и примеры из моей личной практики ортопеда-травматолога и спортивного врача и врача Союза ММИ России. И работы спортивным врачом в ринге и на татаме будут обзоры и разборы типичных челюстно-лицевых травм, спортивных травм в том числе. В общем, следите. Если уж начнете когда-нибудь думать в сторону увеличения своего обаяния при помощи красивой улыбки или банально решите исправить серьезные какие-то пробелы во рту, то будете понимать хотя бы основную суть имплантов и технологии этой. Сложите представление о материалах и поймете особенности и отличия имплантов от других методов реставрации зубов. Я за вас уже все это сделал, вам меньше читать придется и искать. Кстати сказать, мне нравится, что плюсом в страуман идут хорошие гарантии. На мосты мне такие гарантии никто не предлагал. Они предлагают пожизненную гарантию на все зубные импланты с травман. Советую, между прочим, дослушать этот материал до конца, потому что сейчас будет вполне себе конкретная информация. Вот прямо конкретная вообще, конкретнее не бывает. Итак, бессовместимые материалы обеспечивают оптимальную остеоинтеграцию. Вот. А, кстати, забыл сказать, что компания страуман проводит тщательное испытание новых продуктов совместно с ведущими клиниками мировыми, ну, разумеется, научно-исследовательскими институтами и университетами по всему миру. Ну, вот, долговременная эффективность продукции научно доказана более 40 лет применения в клинической практике. Более 5% прибыли компании идет в НИОКР, то есть на проведение научных исследований. Ну, и под занавес ответы на часто задаваемые вопросы вот про импланты. Вот. Это то, что я мог наклупать везде. Сколько длится лечение? Сроки лечения зависят от клинической ситуации каждого конкретного клиента и пациента. Стоматолог составит индивидуальный план лечения с учетом особенностей. В среднем лечение занимает от 3 до 6 месяцев. Ну, от объема зависит. Перед установкой постоянного протеза может понадобиться изготовление временной реставрации, чтобы минимизировать дискомфорт и добиться оптимального эстетического результата. Больно ли это все? Непосредственно сама операция по установке одного импланта длится от 15 до 40 минут и проводится под местной анестезией. Сейчас местная анестезия такая, что ничего не почувствуешь. Или под седацией. Вас подготовят к операции, сделают анестезию, поэтому установка имплантов пройдет безболезненно. В большинстве случаев уже через несколько часов после операции можно вернуться к работе, привычному образу жизни. обезболивающей. будете испытывать боль после хирургического вмешательства, то назначат обезболивающие. И все. В общем, как с обычными зубами занимаетесь, так и всегда. А это надежно? Да, дентальные имплантаты успешно применяются на протяжении более 40 лет. То есть, уже лонгитюдность исследования. Пациентам во всем мире установлены миллионы имплантатов. протезирование с опорой на имплантаты это безопасная и надежная методика восстановления зубов. Сколько стоит лечение? Вот, это важный вопрос. Но цена очень сильно зависит от конкретного клинического случая. Стоматолог может предложить несколько вариантов лечения. Ну, в соответствии с бюджетом и клинической ситуацией. Во многих случаях в отдаленной перспективе имплантаты оказываются самым экономически оправданным решением. Вот это вот важно понимать. Экономить надо в долгую. Поскольку они сохраняют здоровье соседних зубов, реставрация с опорой на имплантат будет как настоящий зуб. Будет? Будет. Да. Дентальный имплантат создает опору для реставрации, которая по цвету и размеру будет идентична зубам, которые уже есть. То есть разницы между ними заметить будет практически невозможно. Во рту коронка будет ощущаться как обычный зуб. Имплантаты восстанавливают красивую улыбку, возвращают способность нормально жевать, без препарирования соседних зубов. это делается. Вот это особенно важно. Как подготовиться к имплантации? Особой подготовки не требуется. Просто нужно хорошо выспаться перед процедурой, сытно поесть за 2-3 часа до операции, но не переедать. Приехать в клинику в хорошем настроении. За пару дней до операции рекомендуется отказаться от алкоголя, кофе, крепкого чая, чтобы зубы цвет нормальный приобрели. Непосредственно перед операцией можно пить только в воду. Более подробные рекомендации можно получить у врача вашего, который вас будет консультировать по этому поводу. Короче, если решитесь на имплантацию и будете искать подходящего врача, то можете в принципе смело выбирать из сертифицированных врачей компании с травмой. Вот собственно говоря, и все, что я хотел сказать по имплантам. Я, наверное, буду себе такое дело делать, когда созрею, потому что время для этого нужно. Ну все, друзья мои, если есть вопросы какие-то задавайте. Многие напишут, что там типа это была рекламная статья. Давайте я вам так скажу, что врать по этому поводу не буду, она не совсем рекламная. Статья была задумана мной, она моя как таковая есть, но интеграция рекламная есть, потому что ребята из Trauman мне помогли подготовиться к ней. Вот и все. Салют. Редактор субтитров